Минифутбол, плавание, пулевая стрельба, пожарно-спасательный спорт, настольный теннис, шахматы, количество видов соревнований, которые включают спортивные проекты Ленинского района Бреста, сделай правильный выбор, впечатляет. Не менее удивляет и количество участников. В этом году в десятой по счету летней спартакиаде приняли участие шесть сотен юношей и девушек. Это делает состязание в своем роде уникальным. В составе команд, прежде всего, дети, чьи семьи признаны находящимися в социально опасном положении, либо дети, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа. Но, конечно же, одними такими детьми не закрыть составы команд. Это очень хорошо, что таких деток не так много в Ленинском районе. Поэтому всего за летний период в соревнованиях по различным видам спорта в рамках спартакиады приняли участие около шестисот человек. Это в составе команд. Но ведь в любых соревнованиях есть зрители. Поэтому можно говорить, что в целом за летний период, наверное, около порядка полутора тысяч детей приняли участие в том или ином качестве в соревнованиях этой спартакиады. На этот раз в рамках завершающего этапа спартакиады молодежь объединили подвижные игры. Они проходили на базе средней школы номер 18. Участники отмечают, что это не скучное соревнование для галочки. Это, в первую очередь, живые эмоции, поставленные достигнутые цели и отличное времяпрепровождение. Я участвую уже примерно пятый год. Мне очень нравится это настроение, какое здесь происходит, эта атмосфера. Это всегда лучше для тебя, потому что ты можешь завести новых друзей. Также ты развиваешься сам, не только физически, но и как личность. Я занимаюсь теннисом, большим теннисом. Поэтому для меня спорт – это как жизнь. Вся моя семья спортивная. И мне очень нравится принимать участие в таких мероприятиях. Подводя общие итоги десятой летней спартакиады, сделая правильный выбор, можно отметить самые активные и результативные учреждения образования района. На пьедестале победителей средней школы номер 17, 9 и 27. Но все же цель ежегодного спортивного поединка – не выбор сильнейшего. Главное – организовать интересный досуг молодежи. И с этой миссией организаторы проекта справляются на отлично. Я понимаю, что если бы спартакиада не нравилась, если бы ее не поддерживали наши школы и наши ребята, наверное, она бы закончилась намного раньше. А так, я уверена, что будет 11-е, 12-е. Хочется верить, что будет 20-е, 50-е и 100-е спартакиады. И точно так же в ней с охотой будут принимать участие команды наших учреждений образования. Что дает данная спартакиада? Спартакиада помогает, во-первых, летом занять детей, особенно учетных категорий. Они всегда готовятся, это их занятость, полезное время провождения. Ну и, соответственно, набираются силы, здоровья. Виктория Нечаева, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ».